Здравствуйте! Время новостей в Туле. С вами Илья Логинов. О самых главных событиях к этой минуте прямо сейчас. Количество депутатов Тульской областной думы 7-го созыва предложено уменьшить. Инициативная группа внесла на рассмотрение поправки в законопроекты, регулирующие выборы регионального парламента. Изменения предполагают сокращение числа депутатов облдумы до 36. Также предложено увеличить количество одномандатных избирательных округов с 19 до 24. 200 новых лифтов получат жители 59 многоквартирных домов Тульской области. Планы на этот год озвучили в региональном правительстве. Сейчас завершаются аукционы по определению подрядных организаций, которые будут проводить работы. А в управляющей компании направлен порядок действий при установке и запуске лифтов, чтобы избежать проблемных ситуаций, которые были в прошлом году. Всего с начала действия программы по замене лифтов оборудования в Туле и Новомосковске заменено более 100 лифтов в 34 МКД. Стоит отметить, что у нас 70% управляющих компаний, которые сейчас задействованы в замене лифтов, участвовали в том году в этой программе. Поэтому для них уже опыт какой-то определенный есть. А те управляющие компании, которые новые, мы, соответственно, им расскажем все и покажем, как надо делать. 25 улиц проверено, на 14 выявлены нарушения. Такие итоги подвели сотрудники администрации по результатам рейда. На наличие сосулек и наледи подробнее далее. Проходная часть, смотри, ходит пешеходник. Сбиваем другую неделю, по два раза в неделю. Ну где сбиваете? Сбиваем, ну видите, вы только что образовались, постоянно работаете. Не доводите до греха, сегодня должно быть сбить. Сбить сосульки нужно сегодня, а также завтра и послезавтра. Иными словами, крыши домов необходимо чистить от наледи ежедневно. Таков норматив, который в Туле соблюдают далеко не все коммунальщики. Соответственно, также ежедневно проверки проводят сотрудники администрации города. Долго нарушителей искать не пришлось. Улица Академика Обручево 2. Вся крыша в ледышках, причем висят они над тротуаром. Директор УК признает, не уследили. До конца дня обязуется нарушение устранить. То же обещание дал руководитель фирмы, которая обслуживает дома на Цауковского. Как вы можете обратить внимание, над подъездами сосульки и наледь удалена. Угроза жизни людей ничего не предвещает. Соответственно, остались наледи в тех местах, где непосредственно люди, ну не бывает их, в принципе там нет. Но это в сути дела не меняет. Специалисты... С этим это никак не меняет. Да, совершенно верно. Специалисты организации до конца рабочего дня приедут и устранят данные нарушения. Начальник главного управления по Центральному округу напомнил нарушителям, что за неуполнение правил благоустройства грозит административная ответственность. На юридическое лицо от 100 до 300 тысяч рублей, на должностное от 10 до 20. Сотрудники некоторых коммунальных организаций предписание получают не в первый раз. Была проверка организована по 25 адресам. Выявлены нарушения на 14 адресах. Это управляющая компания РЭМС, 21 век и Восход. На всех их будут составлены сегодня административные протоколы. Предписания были выданы ранее. У нас всего в районе 384 таких проблемных домов со скатной крышей, где образуются налитие сосульки. Всего же с начала недели по Центральному округу было выявлено более 140 нарушений. Из них на данный момент только 24 находятся на контроле. Замечания на остальных уже устранены. Доходы тульского арсенала увеличились в 5 раз. Об этом заявил президент клуба Гурам Аджоев. По его словам, еще примерно 2,5 года назад доходы арсенала составляли порядка 40 миллионов рублей. Уже в этом сезоне канонеры заработали 200 миллионов. Больше половины этой суммы деньги с продажи Гурана Чаушича. Плюс Спартак заплатил за переход главного тренера Олега Конного. Удается, по словам Аджоева, зарабатывать на ТВ-правах и болельщиков. Что касается Центрального стадиона, то его реконструкция пока не планируется. Зато там появится второе поле с искусственным покрытием. Жители аварийных домов в поселке Круглянске Киреевского района получили новые квартиры по региональной программе. Долгожданное новоселье отметила семья Остаковых, о которой мы уже рассказывали в одном из выпусков новостей. Напомню, пожилая пара полвека прожила в аварийном бараке. Я сейчас плачу от того, что у меня вот такой вот. Вы понимаете, какой вот. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Слезы радости и взаимные слова благодарности. Встреча с сотрудниками администрации и чай с тортом за обеденным столом в новом доме. Сейчас. А вот как жила Людмила Сергеевна еще четыре месяца назад, до долгожданного переезда. Это сырые, частично прогнившие стены барака в поселке Круглянске Киреевского района. Таким он предстал перед нами чуть более двух лет назад и с тех пор только ветшал и разрушался. Почти 50 лет семья Остаковых прожила в постройке, которая изначально планировалась как временное жилье для шахтеров. Вот такое вот впечатление, что у нас вообще забыло государство. Просто забыло. Людмила Сергеевна боялась не дождаться переезда. В любой момент подпорки могли переломиться, и хлипкая конструкция просто обрушилась бы на жильцов. Да и возраст дает о себе знать пенсионерке 72. Говорит, что хотела просто на старости лет пожить по-человечески. Сейчас можно сказать одно – дождалась. Теперь водит экскурсии по своему новому дому. Вот это спальня наша с мужем, вот это прихожая, светло, тепло, очень тепло. Тепло, хорошо, ну хорошо, ничего мы не меняли, никакие обои, никакой линолюм. Ничего не надо добавлять, для нас это хватает. Не может нарадоваться переезду и ее муж. Николай Сергеевич говорит, что раньше приходилось ежедневно с пяти утра печь топить и стены матрасами утеплять. Теперь квартиру батареи греют. Вообще, ношес для семейства немало. Взять хотя бы наличие ванной, функционал которой десятилетиями выполнял медный таз. Еще одно чудо техники – водонагреватель. Моюсь я не хочу, посуду же намоить. Прекрасно. Сейчас радость одна, только руки согревает. Мне руки погреть хотят за всю жизнь. Все время холодной водой. Трешку в строящемся Киреевском микрорайоне семья получила в ноябре прошлого года. Переехали тогда же. Этого момента они ждали последние четыре года. Еще в 2015 году барак был признан аварийным и непригодным для проживания. Не было понимания окончательного принятия решений по переселению. Мы больше работали с ними, так скажем, психологически. То есть они к нам приходили, мы их успокаивали, разговаривали. Естественно, давали какие-то обещания, но обещания не пустые. А понимая, конечно, понимая то, что в конце концов эта программа будет исполнена и переселение произойдет. Вместе со Стаховым и Новоселье отметили еще 13 семей. Все они получили жилье в новостройках по региональной программе. А свои бараки покинули еще до конца прошлого года. Сейчас дом, где ранее проживала пожилая пара, завален снегом и, вероятно, полностью заброшен. В перспективе его ждет только одно – снос. Илья Логинов, Игорь Щепотев, Новости Тулы. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru. Узнавать о самых главных событиях Тулы и области вместе с нами.